ну все я готов я маркетолог с тремя высшими образованиями и всегда работала на больших проектах в больших крупных компаниях директором по маркетингу кальяна курила очень давно 15 лет назад начала курить кальяна когда-то в какой-то момент один из моих проектов забуксовал на меня оставили на работе мне стало скучно и я вдруг подумала почему я продаю то что я продаю для других людей хотя могу продавать то что нравится мне это были кальяны я решила открыть свое первое кальяное заведение после этого была первая выставка до нее был небольшой ивент который был всего на 100 человек когда мы создали первую выставку стало понятно что это очень востребованная история в индустрии потому что мы ожидали 1000 человека пришло 2700 и это было очень здорово очень такой яркий экспириенс стало понятно что выставки надо продолжать после этого было несколько выставок параллельно я стал президентом кальянного союза россии стал защищать кальянную индустрию россии и сейчас это уже популярная во всем мире выставкой очень многие знают ее и когда я приезжаю за границу меня там узнают представители различных компаний и очень многие иностранцы хотят к нам в россии на выставку потому что это сейчас мировая выставка имеет мировую значимость но выставка стала международной хотя и в первый год у нас генеральным спонсором была компания в зал но впоследствии приезжало все больше и больше иностранцев мы безусловно росли по площади каждый раз увеличивая площадь минимум в два раза или на 30 процентов последние годы и каждый раз находится большее количество участников которые хотят занять свое место на выставке показать себя для российской аудитории появились новые конкурсы появились какие-то новые экшены поскольку это все-таки хук клуб шоу стало развиваться шоу на протяжении достаточно долгого времени выставка приобрела более битуби формат поэтому последняя выставка двадцатого года была уже трехдневная и первый день был битуби он оказался очень успешен и этот проект будет впоследствии во все оставшиеся годы тоже также оставаться как битвы проект да это новый конкурс основная его задача сделать так чтобы люди которые еще не имеют финансов для того чтобы развиться на рынке но уже имеют идеи могли показать себя на выставке такого масштаба бесплатно мы предоставим 10 бесплатных мест победителям суть конкурса выявить самых талантливых и креативных людей индустрии которые смогут представить свой проект таким образом чтобы люди смогли показать какую-то новинку инновацию на кальянном рынке будет 10 членов жюри каждый из членов жюри отвечает за свою категорию то есть например макс душа занимается дизайном профессионально и он будет оценивать дизайнерские характеристики того изделия которое будет будет несколько представителей иностранного рынка которые тоже также понимают иностранный рынок и будут смотреть насколько такой продукт может быть востребован в мире будут представители продаж которые будут анализировать насколько данный продукт будет продаваться насколько он будет успешен на рынке и таким образом собирая разные мнения мы сможем оценить проект максимально обширно и понять все аспекты этой инновации но в первую очередь это профессиональная выставка на нее собирается 13 тысяч человек так или иначе связано с кальянной индустрии люди которые просто курильщики они безусловно тоже посещают выставку и смотрят все новинки у клапшоу является срезом всей кальянной индустрии и в первую очередь основная задача этой выставки познакомить разные звенья цепочки продаж познакомить на этой выставке показать какие-то новинки показать дистрибутором различные продукты дистрибутор смогут познакомиться также конечный потребитель сможет познакомиться с представителями индустрии посмотреть что сейчас существует на рынке у нас есть часть стационарного коллектива который участвует в течение всего года несмотря на то что процесс подготовки активный идет уже ближе к выставке но течение всего года вы готовится целый год есть команда которая постоянная есть команда которая приходит на период подготовки выставки безусловно самые главные люди которые участвуют в процессе подготовки выставки это главный администратор елена соловьева она занимает контактом с со своими гостями со своими клиентами которые выбирают места она помогает заключать договора безусловно Есть большая цепочка людей, которые подготавливают договора, юристы, бухгалтерия. Есть маркетинг, наш маркетинг-специалист Стефан, который занимается рекламой, продвижением выставки на протяжении всего года. Есть режиссер выставки Яков Малкин, который пять лет уже занимается подготовкой выставки. Безусловно, это огромное количество саппорта персонала, который поддерживает выставку. Это люди, которые помогают нанимать волонтеров, это экспофорум, который организует площадку, это F-дизайн, который занимается застройкой. И другие компании, которые логистически поддерживают выставку, потому что выставка – это огромный процесс, большой. И организация такого мероприятия требует постоянного внимания и постоянного контроля больших специалистов в этой области. Кальяна-индустрия в России растет очень быстрыми темпами. Во многом даже страны с этническим курением кальяна, они не знают тех новинок и тех новаций, которые происходят в России. Безусловно, в первую очередь большое количество компаний рассчитывает на российский рынок, хочет войти на российский рынок. И выставка – это лучший способ показать себя российскому рынку, встать на выставку и показать то, что компания может предложить для российскому рынку. Меня спрашивали, радуешься ли ты, когда начинается выставка. Я радуюсь, когда выставка заканчивается, потому что именно тогда ты понимаешь, что все удалось, все свершилось. У нас есть финальная сцена на центральной сцене нашей выставки. Мы вручаем призы за конкурсы, вручаем призы за коленный бренд года. В этот момент стреляют золотые пушки, сыплются золотые бумажки. У нас уже есть такая традиция, мы кидаемся на сцене, всей командой собираемся на сцене, кидаемся этими золотыми бумажками. Это такое безумное счастье. У меня, как правило, я начинаю плакать, я начинаю всех обнимать. Это очень трогательный момент. Это, безусловно, самый большой момент счастья, когда выставка заканчивается и все получилось. Самый нелюбимый момент – это момент разбора выставки. Люди строят многомиллионные стенды и эти огромные красивые дома, которые можно построить за эти деньги. Большой дом двухэтажный, кирпичный, жить в нем 50 лет. В какой-то момент, когда выставка заканчивается, приходишь в зал и видишь, как вот эти все прекрасные конструкции рушатся просто молотками. И ты понимаешь, что теперь только в будущем году мы увидим вот эту роскошь. И всегда это очень печально. Ну, в первую очередь хочется сказать, что Хук Клапшоу 2021 быть. Вопрос в том, в каком формате она пройдет. Мы очень надеемся, что откроют границы, потому что, поскольку выставка международная, очень важно, чтобы могли приехать иностранные гости, иностранные посетители, иностранные участники. Я надеюсь, что все-таки все схлынет и границы откроют. Уже есть к этому тенденция. Поэтому это вот первая сложность, которая возникла с пандемией. Вторая в связи с тем, что никто не работает, и в том числе экспофорум. Немножко затянулся процесс подготовки. Мы обычно в апреле уже согласуем зал и уже начинаем работать по различным стендам. Но сейчас вот на летний период потихонечку этот процесс запущен, но он все равно идет несколько медленней. Поэтому в сентябре и дальше будет более активная, более быстрая подготовка. Но я думаю, что это не отразится на качестве выставки. Надеюсь, что следующая выставка будет не менее прекрасной, чем предыдущая. Хочется видеть в этом году те компании, которые еще не дошли до нас. Есть мировые бренды, которые были бы интересны российскому рынку, но еще не осуществили свое желание. Будет немножко новая программа по сцене, потому что мы понимаем, что больше идет в B2B формат, и многие компании хотят проявить себя не только на сцене, на центральной сцене, но и на стендах. Поэтому в этом году у нас появится кусок, который будет называться шоу-тайм. Это время, когда все компании смогут включить громкий звук, сделать какое-то шоу на своем стенде. Если в обычное время, когда у нас B2B день или B2C день, стенды приглушают звук и ведут меньшую активность, то в второй половине третьего дня мы дадим возможность всем компаниям себя проявить. И думаю, что это будет интересный экспириенс. Дарксайт является лидером российского рынка, и поэтому он является генеральным спонсором. Согласно договору, генеральный спонсор выбирает возможность быть генеральным спонсором на будущий год. И никто не может перебить. Только в случае, если Дарксайт сам откажется, то будет возможность другим компаниям предложить свое генеральное спонсорство. Все мировые кальянные блогеры или деятели, они так или иначе приезжают на выставку уже сейчас. И мы видели, что это люди из Бразилии, из Америки, из Германии, из Австралии, отовсюду. Но мне бы очень хотелось, чтобы на выставку приходили люди, от которых зависит наша будущая кальянная индустрия, а именно законодатели наши. Потому что сейчас они не представляют, что такое кальянная индустрия в России. Они считают, что это маленькие курительные заведения, и не более того. Достаточно прийти кому-то из значимых людей на выставку, и они увидят, насколько эта индустрия большая и развитая в России, насколько мы серьезный и развитый бизнес. Надеюсь, что в ближайший год все-таки нас посетят представители властей с хорошими намерениями и смогут действительно увидеть, насколько мы взрослые, мощные, серьезные. И, может быть, это поможет как-то изменить наше законодательство и поддержит кальян. Прошлая выставка была в плюс. Я купила себе машину после выставки, о которой мечтала. В этом году выставка тоже была в плюс, но, к сожалению, пандемия и необходимость поддерживать мои заведения, поскольку я владею сетью кальянных заведений Амархайям, мне необходимо было платить аренду, поддерживать ребят финансово. И, к сожалению, если все закончится не очень быстро, то все финансы, которые были туда направлены, они уйдут на поддержку моего бизнеса. Но я построила себе гаражик маленький на даче. Тоже то, чего хотела давно. Ну, понятно, что кальяна всегда вызывают у несведущих людей некий негатив, некое отрицание. Безусловно, там и моя мама долгое время считала, что я занимаюсь какой-то ерундой. Кальяна – это все для малолеток и не может быть бизнесом. Но из года в год я прошу маму приходить на мою выставку для того, чтобы она видела, как она растет, что я добилась возможности сделать такую гигантскую выставку. В прошлом году она даже вылезла на сцену и попыталась рассказать, что она никогда в жизни не видела такой большой выставки. И это, безусловно, очень приятно. То есть, когда чего-то добиваешься, всегда хочется поделиться этим со своими друзьями, родственниками, чтобы они тебя поддержали и каким-то образом поучаствовали в этом процессе. Я надеюсь, что к тому моменту, когда будет выставка, уже страх пандемии уйдет, по крайней мере, настолько сильно, насколько он есть сейчас. И я желаю всем развиваться, продолжать заниматься своим любимым делом, продолжать дружить и общаться, несмотря на то, что мы долгое время были разобщены. И я надеюсь, что выставка будет тем самым ключевым моментом, который объединит, снова объединит нашу индустрию, и мы сможем идти дальше, и пообщаемся, увидимся, и будем снова развиваться. Ну да, надо застегнуться. Ну все, спасибо за интервью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok